В Доме культуры Заря в разгаре рождественский бал Маскарад. Его распорядитель Алексей Меликесцев одет по последней моде середины 19 века. Сапоги, брюки, рубашка, шейный платок, жилет и парадный сюртук. Также в стилизованных нарядах пришли и гости. Репертуар танцевального вечера разнообразен от полонеза до вальса. В честь зимы мы устраиваем праздник для общественности, для граждан города Самара. И, естественно, к нам очень любят приходить старшее поколение. Оно очень любит поддерживать традицию бальной культуры. Первый бал в Самаре прошел в 1851 году и был приурочен к дате образования Самарской губернии. Приказ об этом подписал император Российской империи Николай I. С тех пор балы становятся традиционными и посвящались разным событиям. К ним усердно готовились, шили наряды и репетировали танцы. В Самарском дворце ветеранов этому легко научат. Там работают пять коллективов – народных, бальных и современных танцев. Нам помогает жить и строить и менять свою жизнь к лучшему танец. Потому что что такое танец? Это двигательная активность, это красота, это грация, это необходимость надеть красивый костюм, это позитив, это улыбка на лице. Наталья Ковалева с детства мечтала танцевать, но только выйдя на пенсию освоила первые па. Пришла в студию танца во дворец ветеранов. Здесь жители города учатся правильно двигаться под музыку дважды в неделю, а также сами шьют костюмы для выступлений. Сейчас у Натальи Ковалевой порядка десяти концертных платьев, а за четыре года она освоила как народные, так и классические танцы. У меня просто от восхищения нет слов. Я по-любому хочу танцевать как можно дольше. Я очень благодарна, что есть вот такой дворец ветеранов, где нас, ну как говорят, поддерживают. Во время рождественского вечера в перерывах между танцами прошли показательные выступления, мастер-классы, игры и вокальные номера. По традиции в конце творческого вечера выбрали королеву бала. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.